Волня с городом. Радио. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Здравствуйте, доброе утро. Олег Пек, Александр Шунин с вами проводит это утро Болткома. Приветствую категорические и космические. Вот категорические или космические, вот как тут правильно, как вежливее поздороваться, потому что мы собираемся поговорить о сетевом или цифровом этикете, потому что мы, в принципе, вот как говорят специалисты, уже давно перестали выходить в интернет, мы в нем живем, и какие-то вот правила общения, они начали устанавливаться, говорят, еще вот с середины 90-х годов, когда в Америке вышла книжка Вирджинии Ши, которая называлась Netiquette, и она пыталась как бы сформулировать вот первые как бы правила общения в сети, ну и в частности, например, что многие люди сначала же писали, обращаясь к человеку, имя его со строчной буквы, ну ты с маленькой буквы, ну для скорости, и какие-то вот постепенно начали эти правила обрастать мясом, и есть вот действительно правило, ну, что односложный ответ, вот мы в разговорной речи можем, там, жду презентацию, или там, почему так долго, там, ну что-то сказать коллеге, а если напишешь, то вдруг это выглядит, ну, как бы со стороны, вот как-то резко. Да, потому что есть интонация. Вот когда ты вежливо сказал, ну, почему так долго, ну, а ты написал, и вроде как-то сразу... Знаешь, вспоминается старый анекдот про телеграмму, как моряк или кто там обижался на жену, которая прислала ему телеграмму с текстом «Милый Вася, вышли денег». Ну, помнишь, что это вот? Да-да-да. Вот почему она мне вот так вот пишет «Милый Вася, вышли денег!» Нет, чтобы написать «Милый Вася, вышли денег!» Ну, да. Ну, как ты поймёшь, когда написал, что... Особенно если тоже вот кто-то считает точку в конце предложения в смс-ке, что это строгость какая-то, да, или насупленные брови, на самом деле, человек на тебя обижается или злится за что-то, а оказывается, вот такие мелочи есть. Или когда кто-то пишет постоянно капслоком, что-то орёт, ему вот ответ такой прилетает, ну, там, я не знаю, в комментариях даже не ори на меня. Какие-то такие вещи. Или современные изобретения, которые лично меня просто выбешивают от голосовых сообщений. Особенно учитывая, ну, вот, нашу ситуацию, когда работаешь в общей комнате, где, ну, сейчас нет, ну, в принципе, предусмотрено большое количество человек, и нет возможности элементарно прослушать. И с той стороны вот мой визави, вообще не задумываясь о том, удобно мне это будет, неудобно, шлёт на минуту там или на сколько голосовое сообщение. Ну, в принципе, берёшь телефон и думаешь, неинтересно даже. Ну, вот ты меня уважаешь, по всему, видимо, нет. И при этом есть ещё одна удивительная странность. С одной стороны, мы, общаясь с человеком в интернете, ну, если это, конечно, не тролль там, но мы определяем себя. Ну, то есть вот если на улице, ну, можно столкнувшись с человеком грубо там ему ответить, и это, ну, слово не выразило, ну, вот оно вылетело и улетело, в принципе, вот в никуда. А если начинается какая-то перепалка в интернете, то любое, ну, вот как бы неосторожное, ну, грубость или как какое-то моментально может в скриншоте тебе всплыть и приплыть, и ты, ну, ты чётко обозначен, кто ты, где ты со своим аватаром. Ну, если ты, конечно, вот я говорю, не тролль, тебя сразу могут, тебе могут припомнить эти. И сколько известно вот таких неосторожных высказываний, двусмысленных шуточек, которые, например, в 90-е звучали, это просто на ура, а сейчас это воспринимается как жуткая неполиткорректность и припоминают всем там знаменитостям, что они там сказали, там, какие-нибудь сексизмы, там, женоненавистничество, там, не дай бог ещё, да, там. Бытовая мезогения, но есть и, ну, это касаемо не только звёзд каких-то голливудских, но и, в общем-то, вполне себе такая бытовая вещь, кто-то шлёт, не знаю, там, CV и хочет получить работу своей мечты, но при этом у него наинелепейший электронный адрес, и я вот тоже так мягко вплываю не только в тему, но и к нашему гостю. С нами на связи Алексей Савельев, руководитель компании по подбору персонала адрес Балтия, с которым мы, в общем-то, и хотим обсудить вот этот современный цифровой этикет, неэтикет, и то, как его несоблюдение может повлиять на бизнес и трудоустройство. Алексей, доброе утро. Доброе утро, да, привет, привет. Скажите, пожалуйста, по вашей практике самые какие-то вот такие нелепые вещи, с которыми вам приходилось сталкиваться, или самые популярные нелепые вещи, с которыми приходится сталкиваться при получении CV или мотивационных писем, подборе персонала или в бизнесе? Ну да, давайте, может быть, опять-таки вернемся к тем вещам, которые вы обсуждали, потому что цифровой этикет, на мой взгляд, он очень сильно, наверное, связан с этикетом обычным. Допустим, если мы договорились в 9 часов 10 минут встретиться, то мы в это время и приходим. Потому что странно и, конечно, нелепо выглядит ситуация, когда, например, ну, допустим, Александр и Олег там пришли вовремя, а гость, допустим, 15 минут еще настраивает камеру, там подключается и как-то не может разобраться со своим зумом. Поэтому базовые вещи никто не отменял, нужно быть вовремя, нужно там быть ответственным за то, что у тебя работает вся аппаратура, включены камеры и так далее, потому что это, конечно, очень невежливо. Если говорить, конечно, коллеги о цифровом этикете, я бы, наверное, сказал так, что поскольку сейчас много приходится проводить и онлайн мероприятий, и разных, например, собеседований, и модераций, так вот одна из идей, которую точно, например, можно рекомендовать нашим слушателям, это дублировать площадки. Потому что, допустим, и вы договорились работать на Zoom, но ваш компьютер вдруг в текущий момент почему-то решил взять апдейты прямо и в этот момент. Поэтому будет, наверное, очень здорово, если у вас будет, например, сделана группа в WhatsApp, где можно выйти и, например, сделать трансляцию не в Zoom, а, например, в YouTube или в WhatsApp, поговорить. У нас есть такой запасной способ. Есть. Да, то есть обязательно дублируйте площадки, если у вас что-то важное, существенное, на что вы рассчитываете, сделайте, пожалуйста, резервный какой-то вариант. Если что-то пойдет не так, а это бывает так, что уйдет не так именно в самый нужный момент, вы всегда подстрахованы, у вас есть резервная площадка. Естественно, внешний вид, да, потому что все-таки как ни крути, тебя видят, поэтому внешний облик, побритость, красивая одежда, презентабельная одежда, она очень приветствуется. Если ты сидишь дома, то на заднем фоне хорошо бы, чтобы не мелькали дети, собаки, не застеленные постели и так далее, потому что сразу создает очень такой странный контекст ситуации. Сейчас, кстати, одна из идей, можно ставить сзади баннеры рабочие, которые можно, например, там сразу показать определенную идею или там свой бренд. Ну и понятно, есть всякие хромакеи, когда ты можешь вещать с видом моста Сан-Франциско или там леса красивого и так далее. Вот. А то, что, например, всегда очень странно и действительно вызывает очень определенные такие непонятные впечатления, это вот аватарки с животными, с котами, с какими-то мультяшными героями. Это, естественно, там пустые фото или там, или, может быть, какие-то никнеймы странные, да. Мы на эту тему, конечно, много уже веселились и там говорили о том, что когда тебе пишет кандидат с мейла iNezino at inbox.v или negifustradat, вот, но это сразу как бы перечеркивает все другие, может быть, полезные и хорошие варианты, да. Или если девушка присылает мейл с незамужем, мэтт, там что-то, там, например, Gmail или там, например, Yahoo, то это тоже сразу создает определенный контекст. Вот. На это как бы нужно, конечно, обратить внимание. Ну, третья тема – это, конечно, согласование времени звонка, потому что мы сейчас все сильно заняты, очень интенсивный ритм у всех, поэтому если мы хотим поговорить с человеком, то, наверное, лучше упредить его некоторым сообщением заранее в WhatsApp и после этого тогда там делать звонок в оговоренное время. Чем, например, хороши тексты? Вот Александр об этом упомянул, да, мы можем там жить асинхронно, ну, допустим, я могу получить сообщение, но прочитать его через там три часа, когда у меня появляется свободное окно, или ответить на эти сообщения вечером, да, то есть мне не обязательно нужно быть в едином момент там человеком говорить, поэтому, соответственно, мы понимаем, что лучше писать и писать, как бы четко формулировать задачу, вопрос и тогда ждать конкретного ответа, да. Вот. Мы говорим о том, что звонки в мессенджерах без согласования являются, конечно, плохим тоном. Особенно, если мы говорим, если мне кто-то делает звонок в мессенджере Facebook, к примеру, потому что люди по умолчанию понимают, что мессенджер – это более личное пространство, чем телефон, потому что если я, например, получаю звонок по телефону, ну, с обычного телефонного номера, это одна история, а если мне какой-то вдруг человек ломится и делает звонок через мессенджер фейсбука, я это скорее всегда воспринимаю как нарушение личного пространства, вот. И, соответственно, с этим нужно считаться. Поэтому, действительно, правило простое, хочешь позвонить человеку, да, напиши, уточни, может ли он в текущий момент говорить, и тогда, там, звони в определенное согласованное время. По поводу голосовых сообщений, ну, тут уже много было сказано, действительно, голосовое сообщение удобно отправителю, он, например, едет в машине, надиктовывает определенное количество, там, сообщений или заданий, вот, там, другому человеку или каких-то просьб, да, но мы понимаем, что действительно бывает контекст, когда ты физически не можешь их прочитать или прослушать, сори, прослушать, потому что ты занят, и ты находишься на совещании, поэтому, конечно, лучше с точки зрения этикета работать текст. Когда ты написал, получил ответ, когда человеку будет удобно, он на него ответит, да. Еще, коллеги, мы можем говорить о том, что достаточно как бы важно все-таки, вот, Александру, к тому тему точки, есть так называемый граммар нации, ну, журналисты в том числе к ним относятся, да, когда, допустим, правильно, неправильно поставленный знак припинания или определенную букву, а человек просто вычеркивает из, там, списка потенциальных, например, каких-то респондентов, с кем можно разговаривать, да, можно привести пример, вот Александр говорил о сорвавшейся сделках, был конкретный случай, кстати, очень забавный, когда одна девушка, она продавала клиенту, и у них какой-то разговор начался более личный, и эта девушка написала, что там, она страшная, как крокодил, вот, после этого все закончилось, да, потому что, ну, для этого клиента это было просто недопустимо, да, крокодил, это что это такое, да. Вот, сюда же можно отнести, коллеги, всякие выражения типа «доброго времени суток», на эту тему и Анна Валы, и Саша Крепина очень прекрасно говорили, потому что это просто вот сразу вам ставит очень жирный минус. Смотрите, это обоснование, вы же знаете, да, почему «доброго времени суток» не стоит говорить. Ну, потому что сутки, они нейтральные, они не могут быть ни злыми, ни добрыми. Вот, это первое, да. Вот, второе, когда мы говорим «добрый день», «доброе утро», «добрый вечер» – это признаки ушной речи, а не письменной. Ну, и третий вариант, мы говорим «доброй ночи» или «доброго вечера», фактически заканчивая коммуникацию. И очень странно начинать коммуникацию формулировкой или фразой, которая обычно заканчивает ее, да. Ну, иными словами, можно пользоваться чем-то нейтральным, да. «Здравствуйте», «приветствую». «Здравствуйте», «приветствую», да, там, совершенно верно, да. Есть очень много разных вариантов, как мы можем поприветствовать человека, да, и сделать это корректно с точки зрения там и цифрового этикета, и там правила русского языка и всего прочего, да. Вот. Ну, то же самое использование разных аббревиатур, «Атача», «САП» и всяких других интересных «Опрувить», «Опрувить», наверное, не идет, как бы, тоже на пользу коммуникации. А скажите, вот, я слышал, что сейчас вообще CV, многие считают, что устарели, и вот в России больше пользуется, я даже не знаю, презентация, пресс-кит, там, где используются какие-то мультимедийные вставки, то есть, вот, например, претендентом, который хочет получить работу, он себя, он может вставить в этот пресс-кит какую-то, ну, практически презентацию с видео, с слайдами, фотографиями, и говорят, что оно считается более современным, чем простой CV. Да-да-да, мы, кстати, коллеги, двигаемся в очень интересном направлении, потому что я даже как-то писал на эту тему пост, да, вот если мы говорим по поводу IT-людей, если ты хочешь обидеть программиста или вообще любого другого IT-человека, ты его попроси прислать тебе CV на мейл, он тебе скажет там, уважаемый Алексей, уважаемый Александр, уважаемый Олег, у меня вся информация есть в LinkedIn, и там у меня тщательно заполнен профиль, где указано, кто я, все мои контактные данные, все скиллы, стеки, технологии, которые использую, если ты просто там настолько туп, что ты не используешь LinkedIn или просто поленился посмотреть, ну, это сразу говорит о том, что ты не уважаешь меня, и ты заставляешь меня делать некоторые действия, которые, на мой взгляд, бесполезны, да, и оно дублирует уже ту информацию, которая есть, да. Вот, поэтому, да, мы как раз двигаемся в сторону, когда есть некоторый профайл или информация о человеке, если тебе интересно, он как работник, ты можешь посмотреть это в LinkedIn, там тот же профиль мы можем скачать и дальше с человеком как-то общаться. Ну, я прошу прощения, Алексей, прерву вас. Очень интересный момент, который вы упоминаете, но это если я заинтересован в человеке, да, я должен, конечно же, озаботиться тем, что первоначальную информацию о нем где-то уже посмотрел. Но если тот же самый программист ищет другое место работы, он же не будет ждать, что кто-то снизойдет, ну, точнее, что до него должны снизойти такого великого программиста, а все вокруг тупые, не умеют пользоваться LinkedIn. Можно палец о палец ударить и все-таки на мейл что-то выслать, тот же самый хотя бы линк на LinkedIn? Ну, опять же, с точки зрения элементарного хорошего тона. Да, дело в том, что, видите, Александр, когда я вижу, что программист мне присылает сви на мейл, у меня сразу много вопросов возникает, потому что как раз наоборот, там хороший программист, например, PHP-девелопер, в неделю получает 3-4 звонка, предложением поменять работу, как раз-то их ищут, да, ему никого там искать не надо, его сами все найдут. И он еще посмотрит, насколько концепция бизнеса, формата этого проекта, да, или, например, идея, которая заложена в основе проекта, она его инновативно интересная, и насколько я хочу к ней подключаться. Ясно, понятно, спасибо. Вот, да, потом, коллеги, ну, если мы продолжим тему цифрового этикета, то, конечно, самая прям вот беда, да, я не знаю, как вас, меня это тоже очень-очень цепляет, когда человек вам пишет в WhatsApp, например, «Добрый день», и замолкает. Да, 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 он выбешивающая фишечка. «Добрый день», ты отвечаешь, на утро приходит, а вот «Здравствуйте, Алексей», ну вот дальше идет. То есть, получается, когда человек порционно общается, не пишет вопрос сразу, поздоровался, ждет варианта, да. Вот, ну, как в личном общении, я говорю, «Александр, добрый день», Александр отвечает, да, и мы понимаем, что правила личной коммуникации приносить на WhatsApp, конечно, очень странно, да. Вот, и дальше, если, например, мы понимаем очень тоже плохо, когда вы, допустим, пишете некоторые сообщения человеку, у вас там три вопроса, которые вы хотите ему донести, да, и вы пишете это отдельным сообщением, не куском целым, да, который можно прочитать, а как бы каждое слово или, например, каждое предложение не пишете отдельным сообщением. Это тоже, считайте, так, не очень красивое с точки зрения этикета, да. Особенно, когда они валятся бесконечным потоком, да еще в нескольких мессенджерах. Да, 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 потом, смотрите, коллеги, да, вот цифровой этикет, кстати, подразумевает, Александр, спасибо, что тему подняли, да. У нас, как минимум, сейчас почта, LinkedIn, Facebook, да, какая-то еще другая социальная сеть, у нас есть мессенджеры, да, там, WhatsApp, Telegram, и если, например, мы представляем, что там коммуникация с одним человеком идет по разным каналам, то это, конечно, тоже не очень хорошо, поэтому если вы ведете переговоры или общение с каким-то там серьезным заказчиком или клиентом, лучше договориться о приоритетном канале. Например, у нас есть WhatsApp-чат для быстрых сообщений, но при этом вся основная важная информация, как то там, допустим, какие-то сводки, аналитика, там, резюме присылается все-таки на почту, да, и есть даже специальные системы, которые генерируют, к примеру, если у меня коммуникация с Олегой Пекой, у меня целая система генерирует все каналы, по которым Олег мне что-то писал или присылал, да, и у меня в карточке клиента эта информация может быть сгруппирована, вот, поэтому с точки зрения цифрового этикета, конечно, с клиентом общаться лучше или договориться об общении в одном канале, это будет проще всем и одной и второй стороне, да. Мы беседуем с Алексеем Савельевым, руководителем компаний по подбору персонала Адрос Балтия, цифровой этикет, несоблюдение. Да, а вот говоря про зумы, я, например, даже читал, это действительно не курьезы, что сейчас становятся очень популярными в Японии пижамы в виде деловой одежды, ну, то есть там вот принт-принт, ну, то есть человек может просто, встав с кровати, у него просто здесь вот такой принт вот как бы костюма, и в зуме это абсолютно, ну, так плохо различимо, если особенно маленькая картинка, а ему это удобно и практично. И для картинки, в общем-то, приятно. То есть это вот тоже такой новые тренды, да, как у это… Да, конечно, да, тут видите, например, как мы говорили, вот эти даже баннеры, которые стоят 20, например, евро, да, ну, то есть такая стена, которую можно легко, быстро поставить, и ты сидишь на корпоративном фоне, общаешься, и, собственно, все у тебя происходит, да. Так, коллеги, еще, может быть, если говорить о цифровом этикете, мы все состоим в большом количестве разных чатов, вот, если, например, у нас был создан некоторый чат, ну, там, по деловому вопросу, если вдруг там начинается фунт, шутки, приколы и так далее, то, конечно, это сильно тоже может выбивать из колеи, потому что вдруг ты сидишь, модерируешь какой-то серьезный конференц, там 20 человек, и тебе WhatsApp нужен для, например, работы, если для того, чтобы быстро обмениваться с какими-то ссылками и комментариями, но в одном чат, как начинается стыдаться прикол и шутки, то это, конечно, тоже не очень хорошо, да, вот, поэтому лучше, конечно, там думать, там, в рабочее время, там, нужно ли высылать приколы, можно, например, после рабочего времени этим заниматься, да, но в рабочее время все-таки надо понимать, что люди часто используют WhatsApp как рабочий инструмент, если оттуда сыпут, там, шутки и какие-то приколы в картинке, то это сильно может мешать, да, ну и, конечно, там, это зло, это массовое поздравление, как, там, 23 февраля, 8 марта или, там, не знаю, там, в день прощения или, там, 8 марта или, там, 1 дворя, у тебя прилетает какая-то общая открытка, и это вот опять ни о чем, да, то есть, понятно, что человек делает какую-то массовую рассылку, но насколько это полезно и насколько это адресно тебе, вот, это отвлекает, но он не несет никакой пользы, да, соответственно, таким отправителям возникает очень негативное впечатление, да. А насколько допустимо использование смайликов в деловой переписке, на ваш взгляд? Это смешение стилей, Александр, потому что если мы деловые вопросы обсуждаем, да, то, конечно, смайлы не очень хороши, потому что смайлы все-таки подразумевают более личное общение, да, и вот у нас даже был вариант, мы сейчас работали с практиканткой, да, очень толковая молодая девушка, но она, например, там пишет объявление о работе, да, и там очень много там смайлов, эмоджи, да, и мы сказали, слушайте, ну вот на позицию IT-директора вот не надо эмоджи ставить, да, потому что все-таки это другой стиль, это социальное обращение и так далее, да, ну они это делают просто, молодые люди это делают по автомату, я бы, я бы воздерживался, да, потому что обычно смайл добавляется, когда мы хотим что-то смягчить. Да, 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 именно в этом контексте, разрядить обстановку, атмосферу, если какую-то вероятность назревания какого-то конфликта, один смайлик, скромный достаточно, но показать свое отношение, в общем-то, миролюбивое. Я бы в этом плане и работал бы текстом, потому что текст позволяет достаточно четко описать ситуацию, там выразить какое-то определенное мнение, в ту же эмоцию можно описать, например, текстом. Мы, видите, мы все сейчас экономим время, да, мы экономим время и понимаем, что, да, времени мало, все очень динамично, поэтому мы добавляем смайлик, вместо того, что написать, что там данный поворот событий, да, меня огорчает или там мне обидится, что наши переговоры зашли в тупик, да, вот мы экономим время за счет смайла, это, конечно, нам удобно, хорошо, но с другой стороны, там, сразу смешивать стили текста, да, и, например, человек не понимает, вроде мне писали по делу, а тут начались какие-то улыбки, да, это не совсем понятно, да. Вот, если возможно, тогда мы можем позвонить человеку и как-то прояснить ситуацию. Я бы не смешивал, я бы не ставил смайлы, или ставил смайлы только в том случае, если мне человек знакомый, и мы давно с ним обсуждаем, и я хочу выразить какую-то эмоцию таким образом. И, в принципе, получается, что звонок, вот мы перестаем все больше и больше пользуемся все-таки мессенджерами, чем звонки, и звонки, они становятся более личными, таким вторжением, да, в личную жизнь. Да не только личным вторжением, я просто думаю, что личное общение, когда мы говорим голосом, оно все больше и больше будет, скажем, таким элементом, или там признаком доверительности близкого круга, или элементом лакшери, потому что вот у меня был пример, когда мне нужно было платежное поручение, светбанки поставить в печать, не сказать, пожалуйста, но это стоит 5 евро, да, я сильно задумался, вот так вот я думаю, что в будущем мы понимаем, что есть, например, услуга цифровая, которая может быть оказывана человеку, она достаточно массовая, очень легко потребляемая, и можно ее будет легко получить, а будет вариант там лакшери, когда к вам реально приезжает реальный человек в очках, там, в свитере, там, в пиджаке, там, с красивой папкой буклетом, но это будет стоить в 3 раза дороже, да, вот, и говорят действительно о том, что мы живем в очень интенсивном ритме, да, люди не отвечают на смс, не отвечают на звонки, но при этом они охотно общаются в мессенджерах, отдельная, кстати, наука и отдельное уже, например, обучение проходит к тому, как продавать, например, в мессенджерах, какие тексты писать, какие вопросы задавать, да, как формулировать цепочку вопросов для того, чтобы в итоге это прошло, да. У меня тоже было, кстати, несколько примеров, когда, находясь даже, например, там, дома в выходные, да, мне прилетает вопрос в WhatsApp, где я на него быстро отвечаю, человек задает следующий вопрос, да, и в итоге там, после, там, по-моему, четвертой атерации он говорит, я покупаю, давайте, там, выставляйте счет, вот, реквизиты, поехали. Мы с ним даже не созванивались, да, поэтому коллеге нужно быть, конечно, готовым к этой реальности, и вот, наверное, еще пожелание, может быть, нашим слушателям рекомендации, освойте, пожалуйста, все вот эти разные платформы основные, Zoom, WhatsApp, Skype, MS Teams, да, потому что это прямо необходимая норма, это вот как умение писать, там, ясно излагать свои мысли, там, ну, там, раньше, да. Если ты этого не владеешь, то ты не можешь ни там провести нормальное собеседование, ни продавать, ни проводить триговора, ни вести совещание. Кстати, мои коллеги из Санкт-Петербурга из компании ВЭМ сделали очень прекрасный гид онлайн-форматом, где, например, если тебе нужно провести совещание, такая платформа будет лучше всего. Если тебе нужна модерация или конференция, используй такую платформу. Сейчас очень много решений, и очень советую, рекомендую осваивать разные цифровые инструменты, потому что без этого, как мы видим, никак, и, скорее всего, еще какое-то время мы живем в таком миксованном мире, когда есть даже специальный термин «фиджитал», физический, но и диджитал, дигитальный, да, то есть некоторый микс между физическим и онлайн-общением, офлайн и онлайн-общением, да, поэтому придется работать, придется, кстати, обучать клиентов, важно быть не только самому продвинутым и образованным с точки зрения разных дигитальных инструментов, но и в том числе контрагентов обучать партнеров, поставщиков, клиентов, да, помогать им осваивать инструменты, чтобы полноценно и хорошо проводить выставки онлайн, проводить собеседования, проводить продажи, переговоры и так далее. Ну и примерно именно это обучение, в общем-то, гибридное и на радио, и на фейсбуке произошло буквально сейчас, последние 15 минут, мы общались с Алексеем Савельевым, руководителем компании по подбору персонала «Адрас Балтия», Алексей рассказывал основные такие понятия сетевого этикета, он же не этикет. Алексей, огромное спасибо за примеры, за рекомендации, хорошего дня, удачи в бизнесе. Мы напоминаем, что весь этот сетевой этикет, он невозможен без хорошей скорости интернета, а хорошей скорости, а мощности интернета можно прочитать на портале MixNews.lv, потому что в год пандемии компания вбита максимально увеличила мощность интернета на MixNews. Отдельная публикация на эту тему есть, весьма интересная, с цифрами. Ну а мы скоро совсем продолжим наш эфир «Утро на Болткоме».